Доброе утро! Я Петрушкевич Павел. Рад приветствовать вас в кафе «Лососи кофе». Мы продолжаем тему постных завтраков. И сегодня мы приготовим с вами шашлычки из овощей. Для этого нам понадобятся шампиньоны, перец болгарский, баклажаны, цукини, немного чеснока и соевый соус. Нам понадобятся еще две шпажки, по-гречески «сувлаки», предназначенные непосредственно для шашлычков. Итак, нарезаем все довольно крупно. Такими вот брусочками нам надо будет нарезать и цукини, и баклажаны. Самое главное – выдержать одну толщину. Для чего это надо, я покажу чуть позже. То же самое проделываем с баклажаном. Нарезаем брусочками. От перца нам понадобятся такие некоторые квадраты. Но опять с соблюдением высоты, которая присутствовала в баклажане и цукини. Так, осталось подготовить нам только шампиньоны. Удаляем ножку. Обрезаем по шляпку. Для интересной визуализации можем сделать такие некоторые насечки. Нанизываем на шпажки наши овощи. Сначала отправляем цукини на шпажку. В догонку запускаем баклажан. Здесь можно это отделить болгарским перцем. Следом пойдет у нас шампиньон, болгарский перец, баклажан и цукини. Завершает наш шашлычок. Итак, для чего нам нужна была одинаковая нарезка? Для того, чтобы на поверхности, которая будет непосредственно обжаривать, они все соприкасались. Если у нас какие-то из ингредиентов окажутся больше, то остальные просто будут висеть. И, соответственно, не будут пожариваться. Так как это горячее блюдо, разогреваем сковороду, доливаем на нее масло и отправляем наши шашлычки непосредственно на обжарку. Не забываем про соль и перец. Слегка подсаливаем и добавляем чуть перца. По вкусу я люблю чуть поперчение. Пока масло прогревается, тонким слайсом нарезаем чеснок. Он пригодится для масла, которое у нас разогрелось на сковороде. Масло очень хорошо абсорбирует в себя различные вкусы. В этом случае чеснок будет отдавать свой такой несколько пикантный вкус. А в свою очередь масло уже будет обогащать этим вкусом наши шашлыки. Добавляем соевый соус до тех пор, пока он не закипит. Если вы добавляете, и он сразу же у вас испаряется, то вам надо добавлять его больше. Почему? Потому что испаряясь соевый соус, составляет такой привкус подгорелость. Питание должно быть здоровым. Поэтому соус должен слегка плавать. После того, как их пропарило, основной пар уже ушел. Выключаем. Итак, наши овощные шашлычки готовы. Но, несмотря на пост, не забывайте, что ваш рацион должен быть полноценным и полезным. Наше постное меню разработано именно по этому принципу. Так что ждем вас в гости. Лосось и кофе. Для приготовления шашлычков из овощей нам понадобятся цукини, баклажан, болгарский перец, шампиньоны, соли, перец по вкусу, растительное масло и соевый соус. Редактор субтитров А.Семкин